МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ездить по ровным дорогам, лечиться у профессионалов и растить детей в собственном жилье. Вот чего хотят жители Подмосковья. Потребности населения задают вектор дальнейшего развития муниципалитетов. Так что прислушиваться к желаниям общественности – одна из главных задач властей. С чуткостью у люберецких чиновников порядок. Важные для округа решения они принимают, сообща с жителями. Нужно рассказывать, извиняться за те неудобства, которые происходят во время строительства либо благоустройства, потому что, к сожалению, это естественный процесс. Но основной лекомотив и посыл, что после реализации данных проектов должно становиться лучше и качественнее. У нас сейчас широкое обсуждение реконструкции Октябрьского проспекта. Наши жители это волнуют. Реконструкция Октябрьского проспекта призвана решить масштабную дорожную проблему округа. Строительство эстакады и расширение центральной магистрали города сократит число пробок. Эти меры приблизят люберцы к выполнению цели, поставленной губернатором – повысить удобство и безопасность пассажирских перевозок. Люберцы соединит с Москвой и дальше с другими городами Московской области. Лёгкое метро или наземное метро, так скажем, электричка пройдёт из Раменского через Люберцы и в сторону Москвы. Оторвал где-то будет в пределах пяти минут. Новые меры социальной поддержки – тема, которая заставила прильнуть к прямой трансляции обращения молодые семьи. С 2020 года введён материнский капитал на первого ребёнка и увеличены выплаты за рождение второго. Подмосковным семьям, которые родят первенство в этом и последующие годы, помогут с жильём. Для них ставку по ипотеке снизят на 3% при покупке квартиры в новостройках области. Становится более доступным жильё для молодых семей. И когда у тебя есть уже квартира, у тебя уже смелее какая-то есть база, и можно смело рожать. В Подмосковье продолжают возводить новые школы и детские сады. Не остаётся без внимания и потребность подрастающего поколения в творческом самовыражении. Сегодня в регионе работают 215 школ искусств. Уже в этом году их станет больше. Удовлетворят и желание заниматься физкультурой. Вместе с программой «Городская среда» спорт приходит в каждый двор. За прошедший год мы провели в рамках общественной палаты несколько мониторингов, касающихся состояния и количества спортивных площадок, размещаемых в дворовых территориях. Городской округ и город Люберцы практически укомплектован. В каждом дворе мы заезжали, была хорошая площадка. Подмосковье продолжат развивать и профессиональный спорт. Чемпионов вырастят в новых фоках. Только за последние семь лет в регионе возведено 137 спортивных комплексов. Работа по их строительству продолжится. Ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.